С виду можно подумать, что фуникулёр пока не готов перевозить пассажиров, однако все рейсы строго по расписанию. Ремонтной работой коснулись только правой стороны фасада верхней площадки. Фуникулёр продолжает работать также с 7 утра до 8 вечера ежедневно, поэтому это никак не помешает движению наших вагончиков. Просим к нам приезжать. С самого появления, являясь яркой достопримечательностью Владивостока, фуникулёр испытывает характерные климатические особенности региона. Влажность воздуха и сильный ветер каждый день проверяют и конструкцию, и здание на прочность. Больше, конечно, страдает станция, которая находится на одном из самых продуваемых мест города. Профилактический ремонт фуникулёра – дело вполне привычное. Каждое лето гурный трамвайчик уходит в своеобразный отпуск для того, чтобы поправить здоровье. Специалисты проверяют техническое состояние конструкции и устройств. Дело – это необходимо, учитывая, что в следующем году достопримечательности Владивостока исполняется 55 лет. Ищи, как ей возразить, дорогу к детству, где еще спроси. В 1962 году фуникулёр открыли, и он тут же стал достопримечательностью и для жителей города, и для туристов. В новейшей истории горный трамвайчик прекрасно вписался в туристический маршрут. От самой популярной видовой города до Золотого моста. Владивостокский фуникулёр, аналог которого есть только в Сочи, не раз становился героем самых популярных телешоу. Фуникулёр – это такой специфический вид транспорта – гибрид вагончика и лифта. Время в пути приблизительно полторы минуты. Владивосток построен на сопках, и бегать по нему вверх-вниз занятие, может, и полезное, но утомительное. Куда приятнее проехаться пару минут на фуникулёре. А пока к неудобствам горожан и гостей города просят отнестись с пониманием. Ремонт планируют закончить уже к первым числам ноября. Анастасия Крикун, Инна Щедрова, Василий Косилов. Новости на Восьмом.